Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Trials of Heroes. Пятница, новое обновление, новый герой света. Серафина у нас выходит. Посмотрим на ее навыки, посмотрим, что нам подогнали в связи с выходом нового героя разрабы. Если видео вам понравится, будет полезно, не забывайте подписываться на канал. Самая лучшая поддержка, лайки и подписка, друзья. Итак, простынь. Нас встречает простынь. И, если я не ошибаюсь, на прошлом месяце у нас были вот эти все скидки. И, обращая внимание, новых игроков. Это самый лучший момент, когда можно перекидывать карты, наши отпечатки, драконов, божества. Здесь у нас идет 50% скидка. Если вы где-то что-то накосячили, вот сейчас можно это все исправить. Добавили Седогрива, Священный Магазин, Компас, Пегас. Отлично. Пока непонятно, что это за герой будет в фракции гиперпространства Космогероя. Но, 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 вот уже есть возможность его целенаправленно собирать. Быстрый режим. Появилась кнопка, чтобы не нападать на своих сагильдийцев. Ну, это приятно. Это приятно. Так, новые события. Дорожный набор, ослепительная сумка, экскурсия. Понятно. Спецпредложения. Дальше все как обычно. Сейчас будем смотреть внимательней. Забираем здесь награду. Нас встречает вот такой вот, вот такой вот арт. Как-то зеленого много. По-моему, это не свет. Свет не похожий больше на зелень. Но зачет. Вырез зачет однозначно. Арт заценили. Едем дальше. Нам самое интересное не арт, а события и ее навыки. Здесь какой у нее лимитированный. Блин, ну зачем эти рога какие-то? Ой, как у усики у кого? У какого-нибудь насекомого. Ну, такое себе. Типа она бабочка, да? Firefly. Ну да, типа она бабочка. Концепт понятен, но такое себе. 50 долларов. Нифига себе. Это очень дорого. Вот это еще куда не шло. И вот нам еще какие-то билеты дают. Здесь мега дорога экскурсия. Так, это уже такое у нас было. Друзья, это надо тратить нам билеты эти. Нам их... Сейчас мы зайдем сюда, посмотрим, если я не ошибаюсь. Нам дают их сколько? 4. Экскурсия, да. 4 билета нам дают. Итого сколько? 28 билетов. Здесь за каждый шаг 5 билетов. Ячеек 10. Итого 50 билетов надо, чтобы закрыть один этап. Этапов 3. Но, друзья, не обольщайтесь. Фритуплейные игроки вообще не напрягайтесь по поводу этого ивента. Потому что здесь есть такая замечательная приписочка. Каждый следующий этап. На втором этапе надо будет 12 билетов. На третьем 20. Если даже вы прокрутите все свитки, вы получите 120 билетов. Плюс еще 28, которые бесплатно. На 148. Максимум мы сможем дойти. Фритуплейные игроки, если прокрутим все 4 круга. Это вот, если я не ошибаюсь, до мегалитов. Донаты. Ну, я никогда не советую по поводу доната. Но вот сейчас, наверное, самый оптимальный вариант. Доставать свои кошельки, китам. И в этот ивент вливаться по максимуму. Что я имею в виду? Награды. Все понятно. Все замечательно. На последнем уровне. Ну, это тут уже каждый идет как хочет. Но начиная вот с вот этого сундука с артефактами. Надо двигаться вниз. Забирать свитки. Забирать сущность истока. Забирать пылающую душу. Плевать на... Если вы донат, вам плевать на эти звездные колеса. У вас достаточно и без колес материалов. Забирать 100 эмблем. И забирать двойную карту УЗ. Потому что вы получите за закрытие еще дополнительное. То есть, две карты УЗ, двойных В4 персонажа сможете бустануть. Поэтому донатом я советую настоятельно присмотреться к этому ивенту. Приключенческое путешествие. Вчера на стриме шикарно посидели. Наверное, не знаю. Посмотрим. Хочу записать отдельное видео. Сконцентрировать внимание. Особенно новых игроков. Попробовали чисто покидать фиолетовым кубиком на стриме. Посмотрите, что с этого вышло. Было даже прикольно. Я думал, будет намного хуже чемпионат мира. Не забывайте бить. Там 50 свитков. Если вы заберете, дойдете до Алмаз-1. Вы в общем количестве 50 свитков получите. Надо стараться там проходить. Высшие награды. Здесь 30 билетов. И дальше все по стандартному. 600 призывов надо сделать. Обмен героев. Ну, такое себе. Если много или не хватает копий Камаза. Хотя я бы не советовал. Ну, Камаза можно вначале собрать. Вы, конечно, будете топчиком. И другим будете еще мешать. Ну, это такое себе. Вроде больше ничего. Зайдем в быстрый режим. Посмотрим, как это реализовано. Так, спасибо. Это я забрал награды. Да, автобой. Вот не нападать появилась ячейка. Не нападать на членов гильдии. Ну, нормально, шикарно. Еще я так краем глаза смотрел. Добавилось здесь, я не знаю зачем. Когда мы нападаем в диссимиляции на мобов. Теперь здесь можно менять сразу, не выходя с боя. Менять степень диссимиляции. Ну, наверное, так удобнее, чтобы не один раз не нажимать, не менять и заново заходить. Но все остается так же. Если вы не добили, поменяли на более слабую, хпшка у них у всех восстановится обратно. Но это они не анонсировали это. Но это то, что я краем глаза заметил. Кто заметил еще какие изменения, обязательно делитесь информацией. Погнали смотреть нашего героя. Галерея. Арт. Блин, что-то настолько похожий арт. Ну, гелик. Гелик, гелик, гелик. Где наш гелик? Ну, гелик визуал совсем другой. Ну, на кого-то она мне напоминает. Фину или что-то такое. Погнали смотреть. Так, Мастерайз Холли Пауэр. Применяет священную силу. Наносит 600% против трех с наименьшим хп. И наносит метку Божественное Копье на 6 раундов. Но 6 раундов это круто. Если цель имеет не менее двух слоев копья, нанесенных собой, а что кто-то другой может ее нанести, пока непонятно. Наносит дополнительно 400 чистого урона. И снижает скорость на 50 на 2 раунда. Ну, это, наверное, жирная пасхалка. Посмотрим дальше, что это. Скорее всего, ПВП-герой. Ну, сейчас посмотрим. Дальше. Если имеет цель более 4 слоев, наносит еще 600% чистого урона. И станет целью на 2 раунда. Тут непонятно, процент какой он. Типа, наверное, 100. Но 100 точно не будет. Если 6 слоев, наносит еще 800% чистого урона. И снижает максимальное хп на 10% до конца боя. И метка не чистится. Ну, это написано прикольно. Получается, механика типа, как у Балрога. Ну, у Балрога в зависимости от того, сколько хп снижено у наших союзников, если я правильно помню. Здесь же, чем больше слоев, тем больше урона. То есть, она на максималках может нанести у нас 1 удар, 2 удара, 3, 4 удара. И еще в конце это снижение на 10% хп. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Здесь нет урона от процента здоровья, но все-таки есть снижение хп. Это тоже может помочь нам более спокойно, более комфортно закрывать разлом света, который очень даже закрывается с натяжками. По скорости. Скорость не активна, сраин даже быстрее, чем она. Но это может даже и хорошо. С учетом того, что это ассасин. Если будут саппорты первые ходить, и разгонять ее дополнительно будет нормально. Нормальная атака то же самое. Бьет 300% против двух целей с наименьшим хп. Добавляет себе 2 рога войны. На себя 2 слоя рога войны. Сейчас посмотрим, что он делает. Дальше все то же самое. Процентовка идет в зависимости от слоев. Да, и с обычной атаки она еще один слой наносит на цели нашего копья. Но по идее надо ходить с обычной атаки, чтобы на себя сразу 2 метки этого горна накинуть. Смотрим, что нам дают эти метки горна. Пока здесь не написано. Метки горна стакаются до 10 слоев максимально и не чистятся. Это мы тоже отметили. В пассивке атака, крит, реальный урон. Прикольно. Ей, наверное, урон крита, крит атака. Или реальный урон, атака, атака. И ставить ей что-то на крит. Но это, друзья, надо на тестах проверить. Никто пока не отозвался. Если у кого-то есть желание этого персонажа потестить, давайте свяжемся в телеграме. Или удобным для вас способом в дискорде. Или еще где. И потестим этого героя. Если у вас есть такое желание. Если нет, стрим будет по аккаунту. 19.00 по Киеву. По аккаунту с нуля будем делать третьего героя. Космогероя. Так, пассивка. Когда союзник получает смертельный урон, чистит весь контроль со всех союзников. И увеличивает атаку на 80, крит на 15 и скорость на 30. Это что-то подобное, как у Артура было. И одному союзнику с наивысшей скоростью добавляют 30. Но это жирно. Атрибут может быть применен только три раза. За раунд, за бой. Это надо сразу писать разрабам. Вот это надо уточнять. Это непонятно. Если у Артура это все прописано сразу, он за раунд может 6 раз только это в своей метке применить. Здесь непонятно. Я тоже думаю это за раунд. Значит, скелет, щит скелета, гекаты, щит афины. Это не будет здесь работать. Друзья, обращайте внимание. По идее, немея должна здесь работать. Так как здесь написано смертельный урон, а щит афины и щит геката не спасают от вообще любого урона, поэтому он не будет засчитываться. По идее, в сочетании с ними должно это работать. Ну или с Вэллом. Вэлл у нас тоже защиту, по-моему, от смертельного урона дает. Но опять же, надо тестить. Таланты. Когда наносят урон скиллом или нормальной атакой, призывают, не буду повторять, чтобы меня не забанили, какую-то военную штуку, чтобы нанести дополнительно 200% чистого урона против целей, против скольких целей. Количество нанесенного чистого урона зависит от слоев вот этого военного рога на себе. Ну вот, для этого мы и с обычной атаки должны начинать ходить. И, по идее, 10 раз еще дополнительно 2000 чистого урона. И здесь тоже не написано, по скольки будут наноситься урон этим призывным каким-то оружием. Идем в отпечатки. В отпечатках еще круче реальный урон 80. Ну, выглядит жирно. Здесь у нас статы по атакам увеличиваются, да, максимальное снижение хп 10 так и остается. Здесь еще скорость 50, да, а не 30 снижают. Здесь на третьем уровне еще реальный урон добавляется. Ну, это может быть новое подспорье для героев виперпространства в пвп. Пвп, друзья, кто в пвп разбирается, присмотритесь. Присмотритесь к этому персонажу. Так, здесь увеличение то же самое. Статы на урон. Блин, ну минимум 3 отпечатка надо делать. В идеале, конечно, 4. Понятно, что статы побольше будут. Ну, не знаю, вот это, наверное, самое жирное здесь выглядит. Еще реальный урон на 100% для себя и союзника с наивысшей скоростью. Это у нас обычно в пвп. Обычно это у нас дамагер. Тот же Кейн первый ходит. Или Игни. Ну, интересно. Интересно, интересно, но все это надо тестить. Друзья, в общем, еще раз обращаю внимание, если кто-то хочет покрутить на стриме, давайте свяжемся. Если нет, стрим все равно будет. 19-й ночь встречаемся. Пишите, как вам новый герой в комментариях. Где вы его видите. Как его применять по... Опять же, по статам в отпечатке, друзья, а в камне. И какой артефакт, ну, это все надо тестить. Ну, скорее всего, урон крита, крит атака. Чтобы ее разогнать, на выживаемости у нее я никакой не вижу. Защиты от урона никакого тоже не вижу. Возможно, что-то на выживаемость. Возможно, рок. Но все это надо тестить. Пока это все предварительно. В кристалле тоже. В кристалле тоже пока непонятно. Возможно, крит ей разгонять, а возможно, выживаемость. Пока такое мнение. Пишите в комментариях свое мнение Всем спасибо, кто досмотрел до конца Мирного неба над головой Всем добра-добра и до встречи в следующих видео